Всем Зига! С вами снова Василий! Не теряйте мою бороду! Сейчас монтируется вторая часть видео про футбол, там она на месте, и ей даже посвящен отдельный эпизод. А пока я хочу рассказать вам, как я вчера сгонял в Подгорицу в посольство. Поехали! Ну, пару слов о том, что же такое Подгорица. Прежде всего, это столица Черногории. Черногорский мегаполис. Маленький факт. Для Черногории ударение – это отдельная проблема. Она вызывает очень много споров и нареканий. Да вы уж меня простите, я не могу говорить Подгорица. Это для меня равносильно, что говорить Черногория. Точнее, даже Балканский мегаполис. Я был и в Сараево, и в Белграде. Могу вам сказать, что в целом плюс-минус для человека из русского миллионника, вряд ли какой-то из этих городов, покажется крупным, а инфраструктура, которую город может вам предложить, достаточно мегаполисной. Любая туристическая сводка, все эти одинаковые гиды из Инстаграма не советуют Подгорицу к посещению. Как правило, они рекомендуют проехать город мимо и заманивают своих жадных до впечатлений туристов на достопримечательности в ее агломерациях. Достопримечательности, которые относительно высосаны из пальца. Все-таки в ней объединены все ментальные столпы и все знаменитые разные черногорские культуры, которые сливаются в одну и образуют вот этот коктейль типичного представителя страны. Короче, как по мне, если есть время, то город стоит вашего внимания. Тем более сейчас, кто летит из России, летит через Стамбул и прилетает как раз в Подгорицу. Причем я бы даже не посоветовал гнаться за какими-то конкретными локациями. Так сделали мы, когда впервые поехали в Подгорицу. Вот все эти памятники Высоцкому, Пушкину. Это, конечно, круто, что им ставят памятники в другой стране. Но у вас этого добра и дома хватает. Улицы с бутиками, храмы, торговый центр. Все это издевка. Вам туда не надо. Извините, в торговом центре представлен оплот черногорской инфраструктуры, кинотеатр. Причем, если вы, например, хотите в кино в будни утром, то вам придется лететь в Белград, по крайней мере. Потому что кино-то есть, но сеансов немного, и они начинаются часов с трех дня. Кстати, я не уверен, что в Белграде что-то отличается. Но если вы вдруг знаете, пишите, пожалуйста, в комментах, что там. Но, несмотря на отсутствие какого-то конкретного громкого бренда из путеводителя, мой вердикт, что не прогулявшись по Подгорице, трудно получить полное представление о стране. Так получилось, что лично для меня Подгорице – это в прямом смысле слова город-стихия. Дождь, конечно, меня настигает далеко не только в Подгорице, но тем не менее. Я был в ней что-то около пяти раз в разные сезоны, и все время с погодой был какой-то ужас. То мелкая морость неприятная, то просто жесточайшее пекло, то, знаете, какие-то теслские грозы повсюду сверкали. Вот так, например, было вчера. Может, конечно, это только мне так не везло. Я не исключаю, но факт остается фактом. С точки зрения погоды я бы, конечно, Подгорицу для жизни вообще не посоветовал. Так вот, посольство. Если вы тянете трудную эмигрантскую лямку, то вам, конечно, так или иначе придется посещать это заведение. У меня есть очень показательная фотография. Вот она сейчас появится здесь. Она вроде бы очень хорошо иллюстрирует, как поют порнофемы, что Россия для грустных. Праведливости ради, надо заметить, что сама работа организована довольно неплохо. Если бы еще перед каждым визитом сотрудники мне не звонили и с коллекторским напором не пытались отговорить от приезда, то вообще почти безупречно. Вот именно то, что касается самой их работы, процесс организован вполне себе логично и разумно. Сотрудники приятные в общении, довольно любезные и уместные. Если бы наши люди не жили бы вот в этом вечном мире была-то панибратства и тупизма, то вообще было бы все супер круто и быстро. Вчера вот в частности мы приехали, и там какая-то мутная ситуация с другими людьми. Которые то ли записаны, то ли не записаны, сидели там какие-то бумажки заполняли. Все это в общем и целом портит настроение. Но это не столь критично, потому что записанный я был на 10.30, а в 10.40 из-за этой странной ситуации я зашел. И через 10 минут уже вышел. Почему все остальные люди там так проводят много времени, я не знаю, для меня это загадка. Тут, как во всем остальном по жизни, действует правило «Будь адекватен, следи за собой, и будет тебе счастье». А заодно и все вокруг тебя. Не забывайте ставить пальцы вверх и подписываться на мой канал. Science World Пять крутых лайфхаков от Василия. Лайфхак номер один. Это нереально крутой большой бургер в Дельта-Сити за полтора евро. Просто эта огромная сочная котлета будет мне сниться. Кафе называется «Вода у Крсу». Первый этаж в центре со стороны туалетов. Ставьте тачку на парковку. Первый час бесплатно. Дальше последующие часы по 40 центов. Не забудьте купить жвачку. У этого прекрасного бургера есть одна побочка. Очень неприятный запах изо рта. А так, в целом, он того стоит. Кстати, там имеется терпимая игровонница для детей. Стоит она 2,5 евро в час. Если у вас есть черногорский номер телефона, ребенка можно оставить, а самим идти шопиться. Лайфхак два. Это парковка у посольства. Я, короче, в первый раз, когда приехал, ввел мэпсми адрес. То ли я запил, то ли мэпсми. Короче, я приехал в центр города и, растерявшись, поставил машину на платную парковку. И потом минут 20 чесал до посольства. На деле же вообще не надо париться. Возле посольства полно места. Опять же, сейчас навигатор ведет туда неправильно, поскольку там ведутся ремонтные работы. И по той дороге, куда он ведет, не проехать. Вбить можно вот эти координаты. Или вот смотрите сами по карте. Лайфхак три. Многие едут по дороге из Подгорицы в Калашин. Она же дорога на Белград. Там тоже куча распиаренных достопримечательностей. Это и каньон реки Марача, старый подвесной мост. В общем, много разных. Но никто не рассказывает про дико странный и необычный лес в самой Подгорице по этому маршруту. Я даже туда вчера приехал, чтобы заснять вам его. Какой он эпичный. Но камера этого не передает. Поэтому вам нужно поехать и самим посмотреть. Фишка в том, что деревья там растут неправильно. Они дико наклонены. В общем, выглядит это очень необычно. Четвертый лайфхак. Это дорога. С побережья до Подгорицы их три. Я бы посоветовал ехать через Буду и Цетине. Во-первых, там сумасшедшие виды. Ну плюс через Никшич там все время ремонт и дорога не очень. А через Бар там уже платишь 2 евро за проезд по туннелю. В общем, через Буду самое то. Ну и пятый лайфхак. Это парковка у магазина Воли. Я оставлю координаты. Информация образца около месяца назад. Там парковка первый час бесплатно. Но мы когда там были, заходили в кафе и в час не уложились. Кстати, кафе очень неплохое. Не дешевое, но и не типично черногорское. Я, короче, рекомендую. Ну и вот, мы стояли дольше часа. И в общем, платежный терминал не принимает оплату для русских номеров. Чем можно воспользоваться и спокойно поставить машину. И пойти гулять по центру города. Потом вернуться, подойти к администрации и бесплатно оттуда выехать. Плюс там, по-моему, кто-то выезжал через другой выезд. Через оптовую часть магазина. Опять же, я не уверен, но вроде что-то такое есть. Вот такая она подгорица. Но лучше, конечно, никому не верить и съездить посмотреть. Буквально на днях я залью видос про футбек. А пока огромное спасибо за внимание. Если у вас по ходу пьесы возникают какие-то вопросы, обязательно пишите, я с радостью на них отвечу. А это вот мы недалеко от подгорицы. Здесь растет виноград для производства вина фирмы Плантажа. Всем, Зига, питать в себя... Всем привет, мы едем на пароме. Просто подгорицы. В ней объединены... 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 Продолжение следует...